В день собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Екатеринбургской епархии произошло еще одно знаменательное событие. Совершена первая божественная литургия в домовом храме святого благоверного князя Александра Невского при отдельном соединении войск радиационно-химической и биологической защиты Центрального военного округа. Теперь военные смогут приобщаться к церковной жизни. Военная служба отличается от гражданской тем, что она ставит человека в строгие рамки. Все дни расписаны по часам и не так-то просто бывает получить разрешение на выход с территории воинской части. В том числе попасть в храм военным бывает очень сложно. Поэтому большое значение для верующих военнослужащих имеет организация храма в самой воинской части. Раньше в отдельном соединении войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа была только собственная молитвенная комната, а теперь появился домовый храм, и отныне военные смогут здесь причащаться. Первая литургия состоялась в день Собора новомучников и исповедников Церкви Русской. Ее совершили помощники начальника отделения по работе с верующими военнослужащими, управление по работе с личным составом Центрального военного округа протеерей Андрей Канев и священник Владимир Кисяков, а также штатный священник соединения отец Георгий Юранев. Еще, может быть, лет 10 об этом даже помыслить не могли, что в храм придут военнослужащие, и что офицеры, командиры частей будут исповедоваться и причащаться. Буквально 10 лет назад это было очень маловероятно. Поздравляю вас всех с первой литургией. Это очень важное сегодня событие, потому что Церковь живет только Божественной литургией. И лет 20 назад только-только начали узнавать про новомучеников. И знаете, меня что поразило очень сильно? Поразили они тем, что люди стремились к службе и готовы были в лесу на пеньке буквально служить службу. Мы привыкли, что в храм должен быть купола, колокола, иконостасы дорогие, хоры хорошие. А новомученики нам показывают, что они и в тюрьме, на тюремных нарах служили в службу. Мне они дали такой заряд, что у нас нет препятствий вообще для того, чтобы служить, для того, чтобы мы о Христе рассказывали. А у нас тут вообще все так прекрасно. Престол, жертвник есть, ребята есть. Так что тепло даже, вот как хорошо. Пенька не надо в лесу, чтобы у нас тут служба была. Поэтому я поздравляю тебя с герой с начала литургической жизни в этом храме Александра Несова. В связи с появлением храма ожидается и активизация просветительской деятельности в воинской части. Начинаются беседы для тех, кто хотел бы участвовать в таинствах исповедей причастия для военных и членов их семей. Редактор субтитров А.Семкин